Ну, этот у меня, я так понимаю, что у вас в чат рулетки написано, что я из России почему-то, при этом я из США. Да, да. А вот у меня написано, что вы из России, при этом вы из Германии. Очень странно. Нет, не поэтому. Если я, там, знаете же, да, выбираешь себе там страну, да, если я выберу себе Германию, мне тут начнут там Францию, Бельгию, там, причем многие вообще по-русски не говорят, нифига они не говорят. Да, это удивительно, когда в Германии не говорят по-русски, это, конечно, странно. Что из Ирландии девушка и украшена, как по-русски, но она из Латвии, но украшена. Как у вас отношение вот ко всей этой войне происходящей? Вопрос сразу ставит. Нет, вопрос ставится так, что на него только один ответ дает. Отношение к войне любого человека, оно, даже военного, оно отрицательное. Не знаю, я встречал в чат-рулетке уже много людей, у которых положительное отношение, так что... Значит, они не воевали никогда. Либо они неадекватные, но даже неадекватные, если он воевал, он скажет, что это очень плохо. Потому что война, вот то, что в кино показывают, и то, что на самом деле разные вещи. Хорошо, но а какую сторону вы в этой войне поддерживаете? Российскую. Вы хотите, чтобы Россия победила? Да. Меня не устраивает идеология Украины. А хорошо, а вот я просто не очень понимаю цели, поэтому мне вот интересно, то есть вот что для вас будет считаться победой? Если завтра восстанет украинский народ, или военный захватит власть, еще что-то скажет. Так, ребята, все, значит, никакой ненависти к русским, никакого размещения ракет на ваших границ, никаких памятников нацистским преступникам. Все, меня это устроит. Потому что когда Крым был украинским, я туда ездил с большим удовольствием, чем в Сочи, потому что в Сочи было дороже, а в Крыму было дешевле, и природа там была. Ну, там, правда, все раздолблен был, но тем не менее. Так, Крым отдать Украине? Это пусть решают люди, которые там живут. А то за них уже нарешали. Сначала Хрущев, потом Кравчук с этим, с Ельцин. Я просто не понимаю, как это вот работает. Мы выбираем какую-то определенную область, и люди в этой области решают. То есть, например, вы считаете, что, например, жители, ну, предположим, жители Брянской области могут отдельно от всех других россиян решить, в какой стране они хотят жить? Ну, если вопрос стоит так, что люди изъявляют каким-то образом желание, значит, нужно изучить их мнение. Их мнение какое? Вот 99% хотят выйти из состава Брянской области, присоединиться к Украине, да? Значит, надо там провести референдум и выяснить, если это так, значит, они должны уйти. Понимаете, вот если у вас жена есть, да, и она говорит, я к соседу пойду, он мне больше нравится, вы можете сколько угодно там ей говорить, у меня с тобой законный брак, там, туда-сюда, она просто возьмет и уйдет. Нет, если она говорит, я хочу к соседу уйти, потому что мне больше нравится, это норма, а когда она говорит, я хочу уйти к соседу, уходи из моей квартиры, здесь будет жить сосед, вот это немножко другое, ему не кажется? Нет, если, например... Посмотрите, я так понимаю, что вам больше Германия нравится, чем Россия, вы взяли и уехали в Германию, правильно? Не совсем так, давайте сейчас, про меня потом, а теперь давайте так, представьте себе деревню, да, деревню, и вот стоят три дома. Три дома, ваш дом, мой дом и еще чей-то. И, значит, там в каких-то целях, ну, какая разница, газ провести или еще что-то, или чтобы больше пространства было, да. Есть идея, значит, объединять два дома, да, и я выбираю, с кем мне объединиться, с вами или с этим. Допустим, я был с вами, да, а теперь, говорят, мне вот с этим больше нравится. Тогда ты говоришь, нет, тогда ты освободи дом. Я говорю, нет, это мой дом, я здесь живу. Поэтому этот дом, вот жители Брянской области, они там живут, они не должны уехать, понимаете, вы повторяете нарратив украинской власти, которые говорят, чемодан, вокзал России, не нравится вам жить на Донбассе, езжайте на Донбассе. Знаете, вот сегодня день памяти. А как же тогда Россия Чечню не отпустила, Россия Татарстан не отпустила? А что вы знаете о Чечне? То есть вы считаете, что на самом деле там... Подождите, я вас спросил, что вы знаете о Чечне? Ответьте, пожалуйста, что вы знаете о Чечне? В начале 90-х годов... Я так понял, ничего. Скажите, был референдум в Чечне или нет? Были избранные... Скажите, был в Чечне референдум или нет? Который пошел... Вы знаете, был ли в Чечне референдум или нет? Вы на компьютере ищите информацию. Я знаю, что в Татарстане был референдум, в котором большинство... И в Башкирии, в котором большинство проголосовало за выход из Российской Федерации. Это когда он был? В 91-м или 92-м? Давайте посмотрим. То есть... Это я говорю, что я об этом знаю, а вы говорите, что... Мне наврали. Так, референдум в Татарстане... Да. ...в выходе... Из референдума, и они решили быть в составе России. Вот что касается Чечни. Мы с вами про Украину говорим, да? Как проводят референдум под дулами автоматов Россия... И как проводят? Расскажите. Ну, как в Крыму, например. В Крыму, то есть людей, значит... Мы можем признать, что этот референдум был... Или вот как сейчас провели в этих областях украинских. Мы можем эти референдумы признавать легитимными? Ну, давайте так подумаем. То есть вы считаете, что к вам стучатся в дверь люди с автоматами и приглашают вас на избирательный участок? Так было? Да, конкретно вот так и было. Ну, в Крыму не так, а вот в этих республиках ХНР, ДНР и прочих придуманных. Именно так и было. А что за республика ХНР-то? Ну, Херсонская. Херсонская народная республика. Где вы услышали такое название? Где вы услышали такое название? А что, они ее по-другому как-то назвали? Ой, ну вы в следующий раз готовьтесь к беседам. Да, как я называю? Херсонская народная республика. Так и называется, да? Да. Так, прекратить. Я проверил, но это реально так. В состав Российской Федерации на основании вот этих вот самых референтов вошли четыре новых субъектов. Донецкая народная республика, Луганская народная республика, Запорожская область и Херсонская область. При том, что оставили часть вот этого, который там областной центр там еще, это не под контролем Российской Федерации. Но зато несколько деревень или там какая-то территория в Николаевской области сказали, все, мы там референдум проводили, все, выйти тоже теперь в Херсонскую область, а не в Николаевскую. Мы постоянно перескакиваем, но дело не в этом. Вы говорите, этот референдум можно считать легитимным и вы говорите, он не под дулами автоматов. Я не знаю, понимаете? И вот если бы я там присутствовал в качестве наблюдателя. Вы почему-то про Татарстан как бы к чему-то там привязались, что это не о независимости, хотя это конкретно о независимости был референдум и 61% за это проголосовал. Но мы его не принимаем во внимание. Дальше я посмотрел по поводу Чечни, да, в Чечне не было референдума, зато в Ингушетии был референдум о независимости, который тоже большинство проголосовало за независимость. За выход из состава России. Да, например. Ну, тогда был так называемый, знаете, я в то время просто учился. Учился я заочно, и к нам со всех уголков приезжали, и все говорили, у нас будет Сибирская республика, у нас есть лес и золото. Другие говорят, у нас будет Туржальская республика, у нас металл и нефть. Тогда, знаете, было как во времена революции. Были зеленые, там синие, гуляй поле, там синие. Каких только республик не было тогда, да. Но когда идет процесс распада государства, когда распадался Советский Союз, да, как вы помните. Это, так сказать, там ничего удивительного нет. Такие серьезные вещи, они, кстати, я тоже не вполне понимаю, как это самое, как проводили вот эти референдумы. Я видел, да, там кадры с этих референдумов, у меня есть здесь российское телевидение, я смотрю, да, смотрю, что там показывают. И вот, кстати, там касательно этих вот под долами автоматов, вот показывает тот человек, говорит, вот смотрите, как мы тут под долами автоматов, значит, голосование проводим. И вот идут там люди домой к каким-то этим старушкам, что-то такое там у них, другие к ним приходят. То есть они как четыре дня там что-то голосовать. Но фактически, фактически, вот просто я разговаривал с одним своим товарищем, он, учились мы вместе, он потом стал довольно состоятельным человеком. Так вот у него там в ресторане работала женщина из Донецка, да, но это еще в самом начале, в 2014 году. А я говорю, а что она тебе говорит-то? Ну, говорит, вот, что те бандиты, что эти бандиты, то есть она всех украинцев и ДНР всех ругала бандитами, там, туда-сюда. Вот, сейчас у меня коллега один есть, да, у него, его жена из Херсона. Ну, то есть, соответственно, родители ее там живут. И они, это еще, я с ним разговаривал еще до всех этих событий, а знаете, как Херсон там они что-то быстро захватили, что-то в самом начале, да. И я говорю, ну, что они там, как это самое, вот, стонус под гнетом оккупации-то, да. А он мне говорит, то знаешь, говорит, вот они мне так, мы с ними разговаривали, да нормально, говорит, это самое, там, меньше, как ты мне сказал, меньше тури стало, а что там, не знаю, что он имеет в виду, не знаю. То есть, вот, то есть, они не говорили, что им там плохо стало, их там угнетают как-то еще, или там, как ты говоришь, поддуванный автомат вводят куда-то найти. Но это было до всех этих референдумов, просто там власть как-то установилась сразу, российская и все. Я что-то запутался, что вы хотите сказать, честно говоря. Я сказал об отношении людей, живущих в Херстовании, конкретно человек, который со мной вместе работал. Хорошо, но мы про вот эти референдумы говорим. А мы про референдумы. Во-первых, да, как можно проводить их, если, ну, та же Херсонская и Запорожская области, если она не полностью под оккупацией России, то как вы можете проводить референдум о ее присоединении к России? Не знаю, не знаю. То же самое касалось и ДНР ЛМР. Ну, давайте так, хорошо. Если целиком брать, да, мои мысли как-то на стороне России, да, ваши мысли как-то на стороне западного мира, да. Ну, давайте поговорим про западного мира. Я на стороне того, что просто не надо вообще было эту войну развязывать. Дело не в том, что западный мир или Украина или Россия. А кто ее развязал-то? Развязал-то ее кто? То есть вы считаете, что это не Россия? Если бы Россия не напала, то было бы нападение на Россию, да? Ну, то есть, ну, очевидно, агрессор Россия. Она ввела войска на территорию Украины. Просто это, ну, вот объективный факт. Это не так? А давайте так. Представьте себе, что вы прилетели с другой планеты. И у вас нет бэкграунда по Белоруссии, там, и отношения к России, отношения к Украине. Вот вы приехали, прилетели, и вам тут, значит, с альфа-центавра, значит, задание. Выясни, что тут происходит на территории вот этого государства. Давайте я сейчас вам буду рассказывать, как я это вижу. А вы мне скажете, где я навру, остались. Стоп, не то. Итак, я докладываю на альфа-центавра. На альфу-центавры, если правильно правильно. Альфа? Чего? Созвездие-центавр. Ладно, кентавр, как по-русски сказать. Государство. Некое государство под названием строительство. Переживает кризис. В результате кризиса происходит свержение законно избранного президента. Это действие не принимает часть, живущая на Юго-Востоке. Поднимается вооруженное восстание. Вот стоп, на этом, давайте сразу выясним, откуда они оружие взяли. Стоп, давайте так. Я сказал, что оно поднимается. Мы не говорим, откуда они что берут. Вы сказали, что вооруженное восстание. Секунду, секунду. Вооруженное восстание поднимается. Нет, давайте так. Вы меня остановите только в том случае, если я совру. Восстание поднимается? Поднимается. Где они брали хлеб, воду или автоматы? Дело второе. Мы потом обсудим. Хорошо? Ну, в моем понимании вы в данный момент врете, потому что вы говорите, что оно поднимается. С моей стороны оно было инспирировано, то есть поднято соседним государством. Вот как бы уже тут происходит, поэтому я и останавливаю. Так, подождите. Я ведь вам не сказал, что оно не было инспирировано или было инспирировано. Вы сказали, что оно поднялось, но это слово означает, что оно само по себе произошло. Оно не поднялось? То есть не возникает там... Его подняли. Причем... Раз его подняли, значит оно поднялось? Нет. Поднялось это... Не поднялось. Оно само сделалось. А подняли восстание, это инспирировано другими людьми, которые зашли на территорию ДНР, ДНР. Да, чем инспирировано... Ну, давай сейчас про Майдан говорим. Кем был инспирирован Майдан? Народом Украины. Народом Украины. А там был не народ Украины. Нет, а там был ГРУ. Я не спорю, что там в каком-то части участвовали люди из Донбасса. Я же не говорю, что этого не было. Подождите, давайте так определимся. Сначала, сначала, вы меня будете останавливать только в том случае, да? Если я совру. Я еще не соврал. Восстание было или не было? Было. Значит, а потом вы мне скажете. Это реально вот... Секундочку. Давайте так. Майдан — это восстание. Что? Майдан — это восстание. Потому что это вот внутри люди вот это дело. А когда заходят военные люди с другой стороны захватывают... Когда и куда вошли военные люди с другой стороны? Гиркин, он же Стрелков, конкретно об этом рассказывал, писал и много раз говорил. Так, и что он рассказал? Восстание, восстание вот это, как вы его называете. Когда зашел Гиркин? На территорию... Когда зашел Гиркин в Славянск? Мне надо теперь опять идти в интернет и смотреть. Давайте я вам без интернета расскажу. Давайте я вам без интернета расскажу. Давайте. Гиркин зашел в Славянск с группой из 56 или 59 человек, их было, да? 12 апреля 2014 года. Войска были направлены туда, на подавление всех этих выступлений. 6-8 марта за месяц до его прибытия туда. 14 марта Курчинов, апреля, извиняюсь, объявляет о начале антитеррористической операции. Боевые действия начинаются в июне. Давайте так. Давайте, чтобы в детали не уходить, я сначала расскажу общую канву. Вы меня прерываете, когда я не соврал. Восстание было-было, я про него сказал. Точка. А потом меня, если спросят, Альфа Центавра, каковы причины восстания, кто его поддерживал, кто участвовал, и какие были отряды организованы, какие дивизии, где они танки получили, все такое прочее. Это не точка. Как это восстание было-было и точка? Мы на этом... Подождите. Это спор по терминам получается. А вы говорите, было-было восстание. То есть уже в вашем докладе закрадывается ошибка. С моей точки зрения. Нет. Потом меня... Это с вашей точки зрения. А с точки зрения Альфа Центавра, они меня спросят. Теперь расскажи про восстание. А я расскажу. Идем дальше. Турчинов и АТО началось после Славянска. Так, на минуточку. 14 апреля объявлено было о начале проведения антитеррористической операции. Сначала туда пришли военные, они не знали, что делать. Они сами отдавали БТР, сами уходили оттуда. У них не было приказа. Чтобы применять войска против гражданского населения, нужен приказ верховному главнокомандующему. Давайте в детали не уходить. Понимаете, вот вы как этот самый... Как люди с Украины. Либо отключаются у меня... Вы берете общие слова и говорите, что вот это факт. Это вот так и есть. Хотя... Восстание это факт или не факт? Хорошо. Восстание это факт. Восстание это вот то, что на Майдане происходило. Как вы это назовете? Интервенция в другой стране. Как мы назовем? Из соседней страны. Начинается... ГРУшниками. Хорошо. Вооруженное противостояние. Начинается вооруженное противостояние. Согласен? Согласен. Но вооруженное противостояние не жителей Донбасса, а... А кого? Внедренных людей с российской территории. То есть вы считаете, что 59 человек, которые пришли из Калина в Славянск, в состоянии противостоять вооруженному силу Украины? Нет, я не считаю. Не считаете? Значит, народ был на стороне этих людей, либо они были на стороне этого народа, да? Ну, часть людей было на стороне этих людей. А часть... Скажите, пожалуйста, а считаете ли вы... А другой части у нас не было оружия, чтобы этому сопротивляться? Считаете ли вы... Считаете ли вы... Подождите. Считаете ли вы, что Соединенные Штаты Америки принимали участие в гражданской войне в Испании, если Хемингуэй был среди испанских республиканцев? Нет, не считаю. Не считаете? А почему вы считаете, что Гиркин пришел, и значит, это Россия туда пришла? Потому что он... ГРУ – это использование конкретно отправлено российскими государствами. Это не добровольцы какие-то российские, которые зашли туда. Так, скажите, вам что-нибудь известно о таком генерале по фамилии Сырский? Нет. Неизвестно. Это командующий Харьковского направления, кстати, самим успешный генерал в СССР. Вот эти последние победы, это ему принадлежат, да? Так вот, генерал Сырский, генерал-полковник, уроженец Владимирской области, закончил Московское общевоисковое училище, то есть вот эти вот, крымовский курсант он был. Сейчас успешно воюет там. Понимаете? Кем он был раньше, неважно. Кем был, когда пришел туда Гиркин, он не был никаким грушником. Он раньше, да, служил на Кавказе, в Чечне, там что-то таким был, каким-то спецназовцем. Хотя по образованию он там какой-то военно-исторический институт закончил. Это не военный, а какой-то просто архивный, что-то такое. У него образования нет военного. Давайте так. На территории, я разговаривал с одним, ну так же вот по этой рулетке, да, с одним солдатом. Он из Тулы. Я говорю, из этой тульской дивизии, что нет. Нет, так вот, этот солдат мне сказал, что там... Просто скажите мне мысль саму. Хорошо. Так вот, на территории Украины воюет много польских солдат, британских солдат, португальских солдат. Там, знаете, очень много всяких... Вот этот солдат мне сказал, что они воевались с польскими ЧВКшенками. То есть вот как Вагнеры есть, да, а там польские были. Ну, Польша ведь не принимает участие в войне. Наша любимая Германия отправляет туда... Моё представление, она принимает такие участия в войне, поддерживая Украину и отправляя туда... Подождите. В данном случае... Значит... Которые осознанно дестабилизировали обстановку в этом регионе. Я про это говорю, а не про то, что добровольцы какие-то пришли с Великобритании и прочего. Хотя я считаю, что и Польша тоже участвует, потому что она поставляет оружие Украине. Потому что как Великобритания. Они тоже участники этой войны. В данном случае триггер создания этой ситуации, восстания ситуации в Донбассе, это конкретно действия российской власти, которые осознанно отправили туда людей, которые это всё создали. Давайте, 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 хорошо, остановимся. Кроме того, я проверю, Гиркин в Славянске 12 апреля, начало АТО 14 апреля. Так что, извините, тут же тоже... Я вам не соврал, да? Наоборот, вы соврали, вы сказали, что АТО началось раньше, чем Гиркин пришёл. Стоп, я не сказал, что АТО, я вам сказал, 12-го, Гиркин, 14-го, АТО, а войска были направлены 6-8 марта. То есть войска были направлены раньше, чем АТО началось? То есть, может, это не войска были направлены, а милиция, какая-нибудь ОМОН, чтобы, типа, с беспорядками разбираться? Нет, нет, вот вспомни, может быть, вы тогда не интересовались этим вопросом. Я регулярно смотрел передачи, когда всё это там показывалось, и там просто показывается, как некое подразделение ВТВ, оно крайне называется, это самое, как они называются, мобильные, какие-то десанты, мобильные бригады, не помню точно. Они просто отдали свои эти БМП, две штуки, этим восставшим. Я помню кадры, как люди выходят навстречу этим БТРам, какие-то БТРы солдаты едут, да, и встают вот так с палками, и встают, просто не пропускают. И это я видел, такие кадры. Вот там на таком уровне всё было. Ладно, хорошо, давайте, если вам там хочется остановиться, давайте остановимся на восстании. Что происходило в Украине осенью, а ещё раньше тогда вернёмся, значит, Янукович принимает решение о том, что нужно войти в ассоциацию с ЕС. Ура, все довольны, все смеются. Россия им тогда заявляет, если Украина входит в ассоциацию с ЕС, то мы закрываем экономическую границу. То есть товары из Украины не могут продаваться в России беспошлино, так как у них особые были вот эти условия, такие, как он сейчас хочет с ЕС, потому что любая страна ЕС сможет в таком случае беспошлино продавать в России свои товары через Украину, а Россия не сможет это делать. Тогда ему экономисты говорят, что мы только за первый год в этом случае у нас такой объём торговли с Россией, что мы потеряем порядка 80-85 миллиардов долларов за один год. Янукович говорит, да, мы что-то там не просчитали, и он не подписывает в Вильнюсе эту ассоциацию с Европой, и говорит, дайте нам год, он просил год, дайте мне год подумать. Хорошо. На Украине поднимается волна возмущений. Кем она была инспирирована, можно только догадываться, какими-то такими печеньками. Выходят там фудиты на манифестации. Им там, значит, полиция по шее, выходят взрослые на манифестации. Им, значит, опять полиция, значит, что-то там... Ну, нет, как-то с ними они не очень. Потом они, значит, туда-сюда друг друга гоняют, вперёд-назад там. Эти бросают, значит, эти, как они называются, бутылки зажигательные смесивают, полицию. Полиция, значит, их там долбит сюда. Заканчивается это выстрел. Когда начинает гибнуть вот эта так называемая небесная соль. Я регулярно и давным-давно смотрю украинские каналы. Сейчас там нет них каналов. У меня сейчас один. Они все один объединились. У них там единственный канал. Украина 24. Титинные новины. Короче, как-то, так сказать, марафон. Информационный марафон. Потом начинает по ним стрелять. Все вокруг доказывают. Смотрите, вот стреляют в гостинице Украины. Где Пашинский комендант. То есть, все говорят, смотрите, смотрите. Сами восставшие убивают этих людей на Майдане. Вот отверстие пулевое в дереве. Вот оно чётко показывает на окно гостиницы Украины. Это никого не интересует. А параллельно с этим развиваются такие вещи, как захваты административных зданий. Сначала это началось во Львове. Даже не во Львове. Там какой город-то рядом забыл. Черновцы, что ли? В общем, на западную краю они начинают захватывать административные здания. Там во Львове захватили какую-то воинскую часть. Там здание СБУ. Администрацию областную. То есть, в 50-м. На Востоке этого ничего нет. Но, тем не менее, никого, никакие войска туда не посылают. Затем, когда свергли Януковича, а свержение было антикоинституционным, и мы это все знаем, но об этом мы все молчим. Потому что, ну, как бы, враг народу. Подождите. Источником власти, что написано в Конституции, является народ. Поэтому народ имеет право свергать, когда и кого и хочет. Это такое же демократическое право. А каким образом народ свергает правителя? Вот таким, как на Майдане произошло. Каким? Нет, стоп. Каким? Каким? Может быть, выборами все-таки, а не решением парламента? Мы будем сидеть... Так, Янукович уехал из Украины. Нам надо было его ждать, когда он вернется украинцам. То есть, народ не имеет права выходить и... Это понимаете, это даже не 10 тысяч, а 30 тысяч. А когда он уехал? Там миллионы выходили просто. Когда он уехал? Миллионы никуда не выходили. До 150 тысяч доходило. Миллионы. Послушайте, я был конкретно 30 ноября. 30 ноября, там был миллион точно. Хорошо, пусть там был миллион. Каждый третий киевлянин вышел на улицу. И 3 миллиона там. Вы понимаете, что киевляне только? Ну, привезли со всех Украинцев. Привезли. Когда Янукович уехал из Украины? Когда Янукович уехал? Не знаю, какого числа. Не знаю, какого он. Я даже не помню, в феврале или в феврале он уехал. 26 февраля. 26 февраля. Когда его свергли? На следующий день или через день? Нет. 20. Нет. Это не так. 20 февраля на заседании Верховной Рады Янукович отстраняется от власти. В ночь с 20 на 21 он уезжает из Киева. Он едет сначала в Харьков, потом в Донецк, потом в Крым. Откройте, у вас там второй компьютер, откройте, поинтересует. Во-первых, написано, что покинул Киев 22 февраля. В ночь с 20 на 21. Что вы же говорите 26-го, блин? 26 он покинул территорию Украины. Когда его отстранили? Какого числа? Я вижу, что 20 февраля Верховная Рада приняла закон о возвращении к Конституции 2004 года. Я не вижу здесь вообще сообщения об отстранении Януковича от власти. Когда решением Верховной Рады он был отстранен, какого числа? Что что? Какого числа Янукович был отстранен от власти? Решением какого органа? Вот тут написано, что, короче, 25 февраля Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила, что Янукович неконституционным образом самоустранился от усуществления конституционных полномочий и не выполняет свои обязанности. Какого числа Верховная Рада отстранила Янукович от власти, как устранившегося от исполнения своих обязанностей? 22 февраля. Подождите, вы сказали, что 22 февраля. Ну, я тут 20-го. Нет, то, что я читаю. Хорошо, давайте так. 22 февраля на вечернем заседании Верховная Рада приняла постановление о том, что он самоустранился. Я не знаю, я даже не считаю, что это типа отстранение власти. Они приняли о досрочных президентских выборах. Я так понимаю, что если бы он вернулся, он бы считался продолжением. Нет, решение о досрочных выборах принималось во время подписания соглашения с оппозицией. Вот смотрите, 23 февраля Верховная Рада возложила на Александра Турчинова обязанности президента Украины. Вот я считаю, что вот это мы можем считать. Хорошо, давайте 23. А когда покинул территорию Украины, Янукович? 23 февраля. Украины? Ну, написано, выехал из Донецка 23 февраля. Куда? Произошла, потом в ночь с 23 до 24 была проведена спецоперация по эвакуации Виктора Януковича. 26. Ну да ладно, смотрите. Описано, с 23 до 24 была проведена операция... Ну, хорошо. Откройте тогда просто Янукович в Википедии. Просто Янукович, и там все даты будут, когда, где его отстранили и что он там будет. Янукович. Когда он в Харькове... Зависите, а какого числа он в Харькове выступал по телевизору? Какого числа он в Донецке выступал по телевизору? 22 февраля. Где он выступал? «Вышло в эфир интервью телеканалу 112 Украина». В Харькове. Ну, я не знаю, тут не написано где. Тут написано «вышло в эфир интервью Януковича». Ну, хорошо. Вот смотрите. Я читаю конкретно, вот вы сказали, Виктора Януковича открыть. Давайте так, чтобы сейчас не отвлекаться, давайте просто я вам сейчас скажу, как это было, а потом вы меня проверите. Было это следующим образом. Сначала оппозиция под наблюдением министров иностранных дел Франции, Германии, Польши, по-моему, подписывает при присутствии российского представителя, Лукин там был, да, подписывает соглашение о досрочном прекращении полномочий, вернее, о досрочных президентских выборах, которые должны были состояться в ноябре. Ну, надо же всё подготовить, да, выбор. Вот, где может народ свергать своего президента. Точнее, в обществе его свергли бы, да? Как бы народ поголосовал. Майдан — это одно, страна — это другое. Я не знаю, как вы решаете за народ, где и как он может свергать своего президента. Ещё раз говорю. Ещё раз, только на выборах. Почему? Ну, почему вы так считаете, что только на выборах? Потому что, когда без выборов, его свергает группа путчистов. Вот как Горбачёву хотели сказать. Хорошо. Выборы Порошенко потом были легитимными? Давайте сейчас по Януковичу, да. Вы перепрыгиваете. Я не перепрыгиваю, я просто считаю, что народ имеет право выйти на улицу и свергнуть своего правителя. Я как бы этого придерживаюсь. Если он настолько себя ведёт, что невозможно дальше терпеть. Если он не нравится народу, народ имеет право выйти на улицу. Но снятие с должности должно происходить по конституции. То есть, мы будем терпеть до выборов. И он может делать всё, что хочет. Секунду. Есть конституция. Понимаете, представьте себе, что вы дали мне в глаз, да? А я говорю, закройте его в камеру и пусть сидит 10 лет, да? Она мне скажет, подождите, у нас процедура есть. Надо сначала экспертизу провести. Надо установить его вину. Суд должен доказать эту вину. Суд должен принять решение. А я говорю, не, 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 не. Он мне дал. Вы что, не видели? В глаз мне дал. А мне говорят, нет, есть процедура. Так всё-таки мы должны жить в правовом государстве. Независимая. Или охлократия. Вы знаете, что такое охлократия? Да, это власть воров. Если... Нет, не власть воров. Охлократия. Не знаете, что такое? Послушайте, если мы считаем, что судебная власть независимая, она реально такой есть, то тогда да. А когда все власти сращены, все ветви власти между собой, вот в Украине точно была независимая, как её... законодательная власть. Она отдельно действует от исполнительной. Если мы подразумеваем, что судебная власть действительно независима, тогда мы верим в то, что процедуры будут действовать. А если мы не уверены и не верим, я, например, не верю, что в России вообще ветви власти независимы друг от друга, то почему я должен доверять тому, что... А в Америке зависимы? Где? Или в Белоруссии? Где вы там живёте? Где они? Зависимы. Да, в Америке независимы, представляете? В Америке независимы. Президент издаёт закон, который вполне может быть обжалован, не является инстанцией в последней... истиной в последней инстанции. Может быть обжалован в суде совершенно спокойно и отменён. Да, но вот он, когда народ захотел реализовать свое право выйти на улицу, их там всех свинтили и теперь под судами, все там сорока получают по восемь, по десять лет. Это вы про что вообще говорите? Я про штурм Капитолика. Ну, то есть, вы считаете, что в Америке была такая ситуация, что это вот типа типично, ну как-то сказать, вот прям население хотело, вот прям куча населения. Так вы сравниваете Майдан, где миллионы были, с несколькими тысячами, которые штурмовали Капитолий? Так, ну вы считали эти миллионы-то? Я уже молчу о том, что Майдан шёл несколько месяцев, и потом вот это, когда невозможно было этот кризис решить, а штурм Капитолия, вот в один день собрались и пошли штурмовать Капитолий. То есть, если я захожу в музей на полчаса, я плачу одну цену, а если на два часа другую, так что? Нет, как-то уместность вообще этого. Нет, вы как-то, смотрите, вот если я разозлился, я вот человеку вышел, разозлился и могу дать в глаз. Вы сравниваете, если мы про вашу аналогию с глазом говорим? То есть, есть человек, который меня доставал долгое продолжительное время, а есть человек, который меня только сейчас раздразил, и я могу ему сразу в глаз дать? Нет, не можете. Вы должны заявление в полицию подать. А вы мне, это я говорю, что надо позаконить здесь. Я подам заявление в полицию, когда я буду уверен, что полиция работает в моём случае. А если я уверен, что она не работает, и я скорее получу больше проблем, подав заявление, то я не буду этого делать. И, наверное, буду разбираться, давая в глаз. Если не работают какие-то институты, тогда и нету смысла к ним обращаться. Вы просите переизбрать Януковича и дождаться выборов. А? Вы говорите «если». Понимаете, мы не должны рассуждать «если». Вот вы знаете, вот вы говорите «народ – источник власти». Народ – источник власти. А кто Конституцию-то писал? Кто её утверждал? Кто это был? Не народ? Народ. Народ. Так вот, если народ в своей Конституции прописал норм, по которым могут отстранять президента от власти, кто имеет право нарушить эту Конституцию? Ситуации, вы понимаете, вот произошла кризисная ситуация в Украине. Вы говорите, что им надо было всем успокоиться и сидеть, ждать, как Путин вчера сказал. Они успокоились, они подписали договор. Так, давайте теперь я буду говорить. Они успокоились. Оппозиция и Янукович подписали соглашение, по которому Янукович объявляет о досрочных президентских выборах. И президентские выборы проходят, они вот в феврале подписали, это 18-го, что в ноябре, не позднее 1-го ноября, по-моему, что-то так было сказано, проходят внеочередные президентские выборы. Всё. Решили. Подписали. Значит, народ решает. Будет Янукович. Нет, вы говорите про парламентариев и президента, это не народ. Нет, я говорю не про парламентариев. Это представители народа, которых народ решал, что они хреново решают. Нет, секунду. Там были Кличко, там был Тигневок, там был Яценюк, ещё кто-то. Порошенко, по-моему, там был. Ну, не суть. То есть оппозиция, которая, как вы говорите, имеет право на восстание. Народ имеет право на восстание. Восстали они, да? Ну, хотят, чтобы всё было в таком ключе, да? Подписывают договор. Я так понимаю, что вы представляете, как будто этих людей на Майдане ими руководила оппозиция. Это так не было. Их точно так же нахер посылали, когда они выступали на трибуне. Я прекрасно помню, где поступал Тигневок из этой свободы. Его обложили там и сказали, иди нахер отсюда, с своими предложениями дебильными. А кого они слушали, когда были на Майдане? Ну, свои там лидеры появились внутри, которые... Например. Там много разных было людей. Например. И оппозициям тоже этим приходилось менять своё направление общения с Януковичем во время того, что происходило на этом же Майдане. Господи, мне опять надо идти, искать эти фамилии, вам доказывать. Ну, хорошо. Давайте так. Давайте так. Давайте не будем фамилии искать. Каким-то странным образом все те же эти люди, которые были вот в этой Раде, когда происходил Майдан, потом они не переизбрались туда ни хрена. То есть, ну... Всё-таки они избирались, да? То есть, их нужно было избирать, а президенты не нужно. Так и президента потом избирали. В отношении закон действует. Так потом и президента избирали. Подождите, подождите. Давайте так. У власти находится человек, который делает плохо. Вы предлагаете дождаться чего-то... А что плохого сделал он? Он что плохого сделал? Ну, хотя бы потому, что этот кризис произошёл. Вы не считаете, что... Секунду. ...хреновое руководство к этому приводит? Так, а вот сейчас в Германии кризис. Мы должны сейчас камнями забросать Шольца и... Я не знаю, это решение немцев, что вы там будете делать. Хорошо, давайте вы в Америке живёте. У вас сейчас кризис. Давайте вы сейчас выбросите Байдена вместе с этой бабушкой там освободить весь этот белый дом престарелый. Я не гражданин Америки, поэтому не могу сказать. Я гражданин Беларуси, и я считаю, что вот в 20-м году надо было... Вы гражданин какого государства? В Беларуси, я же говорю, Беларуси. И в 20-м году мы пытались... Почему бы вам не приехали в Беларуси и не поднять Шольца? Ну, так вот пытались, разогнали, поубивали людей, посадили. Хотя он проиграл выборы. Понимаете? А кто выиграл? Выборы подтасовал результаты, Тихановская. Если я вам могу послать на платформу «Голос», чтобы вы посмотрели. Примерно 55% на 35% Тихановская победила в первом туре. Вот. Но Лукашенко подтасовал, сделал 80%... Она сказала, что котлеты хотела жарить. А? Она не хочет. Она сказала, что мне это нафиг не надо, я буду котлеты жарить. Я... Знаете, когда... И что она сказала? А потом она много другого говорила. Секунду, секунду. Потом она говорила, что ей там говорят. Потому что она сейчас уже, так сказать, не совсем свободный человек. Я вам говорю, вот человек проиграл выборы и убрал потом тех недовольных. Посадил, либо убил, либо с каждой стороны убил. Давайте так. Вы будете развивать политическую активность в Белоруссии, да? А на Украине, пусть эта политическая активность осуществляет какие-то другие люди, которые граждане Украины. А, украинцы, согласен, да. Граждане Украины. Граждане Украины. Избрали себе президента, да? Проголосовали за Конституцию. В Конституции написано, да? По каким признакам можно отстранить президента от власти. И кто это делает, да? Народ это делает. Это все тандем. Вы пытаетесь, вы апеллируетесь... Я ничего не пытаюсь. Есть закон, понимаете? Закон суров, но это закон. Знаете, такой... Для хромов, который работает, а для бояр не работает. Вот это вот. Так, ну это, знаете, можно... Тогда давайте мы как, без закона будем жить? Лучше без закона жить? Ахлократия? Нет, мы будем жить по закону, если ветви власти работают. Когда они не работают, тогда происходят вот такие события, как Майдан. Люди в этой стране решают. Вам нужен какой-то один человек, который скажет, мы сегодня не по закону живем. Это институты, которые работают только на социальном договоре между людьми и правительством. Если люди в этой стране не хотят так жить, то они сметут эту власть несмотря на никакие законы. Закон – это социальный договор между нами, между мной и вами, например. Вот мы приняли этот закон, потому что так проще, чем мы будем каждый раз бить друг другу в глаз. Но если он не работает, и я вижу, что это невыгодный для меня закон, он не работает. А вы говорите, нет, давайте вот по этой бумажке жить. Вот мы договорились вот так вот. Я говорю, я не хочу по этому закону жить. Он для меня невыгоден. А конституция не работает? Хорошо, он говорит, давайте мы годик подождем, через годик мы поменяем закон. Нет, я говорю, мне он сейчас невыгоден. Нет, давайте по закону подождем. Подождите, а конституция не работает на Украине? Конституция не работает? Конституция для народа или народ для конституции? Народ голосует за ту конституцию, которую он устраивает. Он может голосовать не только на выборах, а выйдя на... На площадь и требуя Убрать то, что ему не нравится Это тоже голосование Почему в таком Почему в таком случае Не прислушались к народу, который пришел В Капитолий, их было слишком мало Да Значит, меньшинство не имеет права Вы причину знаете Почему они пришли в Капитолий Потому что Они считали, что выборы у них украли Правильно, вы украли выборы Было в США 64 судебных заседания По поводу выборов В большинстве из которых Судьи представляли республиканцев И ни одно из этих заседаний Не выявило Факт фальсификации Ни одно Даже с республиканцами С судьями во главе Вам не нравится Мой избирком Обращайтесь в мой суд Потому что в США независимая Судебная система А в России Зависимая Вы понимаете То есть в России Ну да Ну понимаете Опять-таки Система Она такая прекрасная Но опять действует В интересах власти Она замечательная Но опять-таки В интересах власти действует Что выгодно Власти на тот момент Уже не республиканцам А демократам Так и сделают Я вам еще раз говорю В судебной власти Большинство было Республикан В этих Судебных заседаниях Большинство Кем они себя пишут Представлены Республиканцами Давайте вернемся К этому К нашему Януковичу Вы меня постоянно Перебрасываете С одной темы Другой Итак Значит Тема Они все связаны Это все между собой Связано Вы можете меня послушать Или нет Я сейчас послушаю А просто Почему мы перескакиваем Потому что Это звенья Одной цепочки Мы говорим Об одном То что влияет На другое Почему вот так Делается Или вот так Делается Это вопрос Вопрос Мировоззрения В общем-то Сейчас у нас С вами сталкиваются Два мировоззрения Вы считаете Что так правильно Я считаю Что так правильно Давайте так А у них там Столкнулись Их мировоззрения Одни считали Что лучше торговать С Россией Другие что с Европой Я вам в качестве Небольшой Ремарки скажу Что выступает На телевидении Руководителей Там Пять что ли Крупных таких Холдингов Которые Производят Мясо Птицы Так вот Когда им сначала Обещали Беспошлиной Торговлей С Европой А потом Он говорит Нам сделали Беспошлиную Но по квотам А эту квоту Один наш Холдинг Выбирает За месяц Я про всех Производителей Даже с ними Говорить не хочу Так вот ладно Это была ремарка Вернемся опять К нашим баранам Вот смотрите Людей Не устраивает То что он Не подписал Ассоциацию С Евросоюзом Может были бы Умнее Тогда бы Отказались Но на тот момент Не устраивает Хорошо Идут эти Восстания Люди Гибнут Там Это сотни Это погибло Там этих людей Не будем к ним Возвращаться Извините Секунду Ну дайте Ну важно Уточнить Там Вот тех Кого не устраивало Подписание Они помитинговали На Этам На Европейской площади Их не было Миллион Их там по-моему Даже Я не уверен Сколько их там Может тысяча была Или две тысячи Что-то такое Ну давайте Так вот Евромайдан Произошел После Жесткого разгона Вот этих Вот на Европейской площади Понимаете Это не Это Не вышли люди сразу Потому что он не подписал С ЕС Это произошло Именно после Этого После того Как студентов Разогнали Тогда начался Евромайдан Это было осенью В ноябре Требят Да Вот на Европейской площади Так вот Студенты вышли После того Как не была подписана Ассоциация с ЕС Хорошо Не устраивает студентов Потом дали По шесть студентов Не устраивает И папа и мам То есть Всех не устраивает Все Ты значит Ошибся Ты должен уйти Он говорит Ну ладно Я ухожу Ладно Все Люди уже погибли Тут на Майдане Да Пусть там Их сами Они сострелили Как это уже Так сказать Доказано Да Давайте так Все Я ухожу Подписывается Соглашение Я не считаю Что доказано Что они сами Застрелили Это опять же Ну просто Просто посмотрите Есть Откровения этих Грузинских Этих всех Наемников Есть Просто кадры Как они показывают Где пуля вошла Где вышла Да Есть кадры Где Пашинский Со своими людьми В этих чехлах Там выносят Такие длинные штуки Которые Кроме как Музыкальный инструмент Или винтовки Не подходят Все это есть Все это есть Давайте Сейчас не будем Давайте вернемся Итак Подписывается соглашение Что мы уходим Проводим выборы На следующий день После подписания Этого соглашения Верховная Рада Через день Заседает Да И своим решением Отстраняет Янукович От власти На что он Им права не имеет Мотивировкой было То что он Самоустранился От исполнения Президентских Обязанностей Объяснили это тем Что его нет В Киеве То что он А он как раз И уехал В ночь с 20 на 21 Да То что его нет В Киеве А он в этот момент Находится в Харькове На следующий день Находится в Донецке Потом он Приезжает в Крым А вот По дороге Из Крыма Опять-таки В Донецк Вот и происходит Эта операция Где его там Вертолетами В Россию увезли Так вот С точки зрения Законодательства Это государственный Переворот Это незаконное Отстранение Президента от власти Потому что Если вы говорите Что я Не выполняю Собственные обязанности Потому что Я не в Киеве Но мое рабочее место Не Киев А вся страна Ну предположим Давай Не объясняйте Давайте согласимся О том Хорошо Это государственный переворот Так что вы Государственный переворот Все Зафиксируй Да Предположим Государственный переворот Нам же на архитектах Докладывать надо Доложили Переворот Так вот Теперь уже Восточная часть Не принимает этого И уже в конце февраля В Харькове В Донецке И в Луганске Идут массовые митинги С требованием Значит Непризнания Вот этих уже Властей Которые новые И требованием Войти в состав России Они с российским флагом Выходят На манифестации Помните это Да И тогда И тогда Центральная власть Отправляет туда Воинские подразделения Не объявляется Еще это ничего Да Я не вижу информации О том Что они отправили туда Воинские подразделения Ну просто Я считаю Что они скорее всего Милицию или ОМОН Отправляют Вполне предполагаю Нет Именно не ОМОН Это были Вот эти Как они называются Как же они их называются Вот ВДВ в России А Как же они У них там называются Тесантные Эти подразделения Ну ладно Ну не суть Так вот Люди Люди Несогласные Там не солдаты Российские Уходили На митинги К этим К администрациям А вот почему Их послали Там начинаются Захваты зданий СБУ захватили Это самое Захвате Административные здания В Харькове В Луганске Захватили Все вот это Происходят Беспорядки Итак Это восстание Которое там Происходит Вызывает Антитеррористическую операцию Их надо подавить Восстание Все понятно Понятны действия Центральной власти Понятны действия Эти которые с ними Не согласны Все Мы зафиксировали Что начались В начале июня Это началось Боевые столкновения Между Подразделениями Которые там Сформировали Всякие там Сомали Там еще Как они там Прикольно назывались Да Это самое Это которые Вот Задание За Луганск Войне И центральной власти Почему Россия В общем вообще Россия должна Если вы говорите Предположим Она хотела Остановить эту ситуацию Какого хрена Она должна Вмешиваться Секунду Ну вот Какого хрена Сейчас пытаются Европейские страны Вмешаться В эту ситуацию Потому что Потому что Есть полное ощущение Что Россия Не остановится На Украине Если И не дать По рукам Пойдет в Германию В Германию Наверное Вряд ли А вот Страны Балтики Скорее всего Да Вчера прилетел Ночью Из одной Из таких стран Знаете Что люди Мне говорят Я думаю Что вы прилетели Из Латвии И общались Русскоязычными Чисто там Конечно Представляю Что Скорее бы Пришла Россия И Забрала нас К себя Стоп А вот сейчас Скажу я вам Это было В прошлом году И я разговаривал С латышской женщиной Я захожу В один из магазинов Значит И он такой Гипермаркет В обувном отделе Нет продавца Я обращаюсь В соседний отдел Там продают Винок И какие-то Две девчонки сидят Я говорю Вы не знаете Где продать Они мне Говорят Мы по-русски Не говорим Не знаем Я пытаюсь По-английски Спросить Они не знают Я по-немецки Спрашиваю Они не знают Тут женщина Рядом Моего возраста Чуть помоложе Чуть помоложе Говорит Сейчас я У них спрашивают По-латышски Она ушла Ее что-то вызвали В бухгалтерию Она Здесь Сказала Придет А мне Говорит Это женщина Это поколение Вот этих А их Они не учили Русский язык В школе Мы это учили Они не знают У меня дочка Такая же Их же Ровесница Сейчас за русского Замуж вышла За их По-моему Которая Выучила язык Латышка Фиг с ним Не знаю Ну так вот Ладно Мы сейчас Куда он там пойдет Куда он там не пойдет Я не понял Вы к чему это рассказываете Вы можете То есть вы рассказываете Историю Вы можете Как-то Как в басне Эту Мораль 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 Что если Вы возьмете Однажды Мне попался Это самое Вот у меня все время То в одну То в другую сторону Ну ладно Я и на этот вопрос отвечу Мне год Три назад Попался Сnate Одного Человека Который Блин Вы только что Рассказали Одну историю Я спросил Мораль Этой истории Вы мне начали Другую Рассказывать Я вам про мораль Говорю Хорошо Очень коротко Тогда Значит так Он говорил о распределении бюджета СССР. Так вот, на каждый заработанный рубль Российская Советская Советская РСФСР получала 68 копеек, Украина 1,17 рубля, Белоруссия получала рубль 4, Республики Советской Прибалтики, могу соврать, Вот от 2,1, 2,4, в Латвии точно 2,4, 2,7 получала Эстония, Или вот так, или Литва, или Эстония, не помню. Латвия, хорошо помню, 2,4. Больше всех, знаете, кто получал из бюджета Грузии? 4,1, 4,2, что-то такое, на заработанный рубль. Понимаете? Когда там Россия была, То там работал автомобильный завод, Который Рафик выпускает, которого сейчас нет. Там работал завод, который выпускает электрички, Которые, если вы в Москве, или вообще по всему Союзу они ездили. Да, да, эти. Которые сейчас нет. Магнитану вы выпускает, полигонда была, да. Да, да, этого тоже нет. Там сейчас ничего нет. Бюджет Латвии, знаете, какой? 3 миллиарда. А миллиард дает Евросоюз. А сейчас они там все думают, что теперь дальше будет. Ладно, теперь я вам скажу про Украину. Когда были вместе, и когда поделились стали. Вот когда распадался Советский Союз, Украина была, Кто там как говорит, кто пятый, кто четвертый, Кто шестой, давайте пятый, средний зафиксируем. Ладно, я прошу прощения. Я что-то начинаю уже грузиться немного. Я уже теряю просто нить. Я думаю, что мы нормально поговорили вдвоем. Я не думаю, что... Не знаю, хотели ли вы меня в чем-то убедить. Я точно вас не хотел ни в чем убедить. Нет, меня трудно убедить. Вы боитесь, что я с ними вас убедил. Я не собирался вас убеждать. Мы поговорили, услышали мнение с двух сторон. Мы услышали... Я ваше услышал. Вы, наверное, мое услышали. Я не успел свое мнение. Обосновать, скажем. Я думаю, что это еще очень... Но я заметил, я заметил... Знаете, что я заметил? Что сторонники режима Зеленского, да? Вообще всех режимов. Мне вообще не нравится ни один, начиная с Кравчука. Я их всем могу рассказать. Вы считаете, в Украине режим прямо установлен? В Украине установлен режим конкретно, да? Ну, режим власти, как его называть? Ну, власть, хорошо. Власти. Начиная с Кравчука. Меня отлично. Это не мое дело. Я не украинец. Не устраиваю. То есть, я вижу в них всех, знаете, деструктивную черту такую, да? Всего всех по отношению к России. Это понятно. Я могу вам долго это рассказать. Но что я хочу вам сказать? Что когда я начинаю эту тему обсуждать, с кем бы то ни было, из сторонников этого режима, правительства, или как угодно, да? К сожалению, все сливаются. Вот в Ирландии тоже слились. Я не могу. Мы с вами, по-моему, час уже разговариваем. Это можно еще дольше говорить. Если бы вы меня не прерывали, мы с вами минут 15. Ну, потому что невозможно. Так вы не хотите разговаривать. Вы хотите просто свою точку зрения рассказать, чтобы я прослушал и все. Нет. Ну, давайте я послушаю 15 минут, и мы на этом закончим. Не в этом же дело. Я бы ее рассказал. Я бы ее рассказал и все. А потом бы выставил. Вы уже по пути, вы понимаете, что вы говорите то, что вам, как бы вы считаете фактом каким-то, а я это не считаю фактом. Хорошо. И это очень важно. Очень важно вот это произносить. Давайте так. Давайте так. Я вам сейчас 5 минут расскажу, а потом вы мне будете говорить все что угодно, только вопросы можете мне задавать. Давайте сейчас. А больше ничего говорить не буду. Я сейчас таймер включу себе. Ровно 5 минут. Чтобы было... Мне даже меньше, мне кажется, понадобится. Сейчас. Один момент. Все, готов. Начинаете. Итак, происходит отстранение незаконное президента от власти. Восток государства не принимает этого. Поднимается восстание. Начинается гражданская война на территории государства Украины. Образовываются непризнанные республики, в том числе и России, Донецкой и Народной Луганской республики, которые ведут войну с центральным правительством. Через 8 лет безуспешных мирных переговоров. Россия признает независимыми государствами Донецкую и Луганскую Народную Республики. С этого момента война получается не внутри государственной, гражданской, а межгосударственной. Два государства воюют в третьем. На основании договоров с этими государствами в войну вступает Россия на стороне этих государств. Цель защиты этих государств, которые так и декларируются. В результате захвата территорий эти независимые государства и две захваченные территории по результатам референдумов, обсуждать их не будем, законность не знаю, не принимал участие, ни в наблюдательных советах не было, входит в состав России. Россия не нападала на Украину, она вступила в войну, как Советский Союз в войну с Японией на стороне США, как вступила Россия в войну с Украиной на стороне ДНР и ЛНР. А теперь самое интересное — это, понимаете, ой, в смысле сбился, хотел очень быстро рассказать. Ну, в общем-то, суть, я вам рассказал, это мой доклад, да, на Альфа-Центавра. Собственно говоря, там добавлять уже особо нечего, потом вспомню досадно будет, что я хотел ещё вам рассказать. Ну, да ладно. Ну, вот, собственно говоря, всё. А фактически, да, вот идёт вот эта вот самая война, да. А меня не устраивает то, что со стороны правительства, какая идеология, меня не устраивает вообще, то, что, значит, ставится памятник у них, тем, кто жёг Хатынь, да, в Буковинском Украине в 95-м году установили, да, это 118-й шутс-маншафт «Батальон», который в вашей головочке... Ну, всё, вы уже начали про другую тему. То есть я вас выслушал, ваше мнение по поводу этой войны выслушал. Я думаю, что на этом мы можем попрощаться друг с другом. Спасибо за разговор, ну, просто уже очень долгое. Взаимно. Всё, удачи вам, хорошей ночи. Всего доброго. Сфутенахт. 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 Фу, господи. Ну, кстати, вы пишете, что как я это терплю, меня это вообще... То есть я просто устал разговаривать. В плане, что, ну, общение. А в плане, как это... Морально мне это вообще никак не трогает, честно говоря. Вот. Давайте проголосуем. Ну, я думаю, что на этом мы закончим, потому что я уже больше четырёх часов. Вот это... Ну, этот разговор мы, блин, час целый. Я, наверное, не знаю, что час целый надо будет выкладывать. Проголосуйте, понравился ли вам этот разговор Вашего голосования зависит Будем ли мы его выкладывать Потому что записи стрима не сохраняются Как вы понимаете